Работала в школе учительницей. И, в общем-то, я была очень хорошим педагогом, авторитетным. Может быть, они были бы, может быть, другими были слова благодарности, но такие слова можно услышать только в компании «Орифлей». Я сижу сейчас перед вами, и за моей спиной вы видите флаг. Он такого синего цвета, и там написано «Орифлей». И меня потом спросили, это вы специально флаг повесили для декорации, поэтому теперь, когда я выступаю, я всегда говорю, вы знаете, этот флаг я повесила не для декорации. Этот флаг висит всегда в нашей комнате. Это очень памятно и очень близко для нас, потому что этот флаг подарил нам наш спонсор Анжел Ишкевич, когда мы закрыли квалификацию бриллиантового директора. И, как видите, синего цвета еще был у нас корпоративный цвет нашей компании. Не фисташковый, как сейчас, а именно синий. И такое сочетание, видите, с моим банкетным платьем так очень красиво идет. На этом флаге у нас очень много всяких доблестей, которые мы получили от компании. Там очень много значков из тех стран, в которых мы побывали, тех стран, которые нам подарила компания как путешествия. Это медаль за лучшие достижения. Это праздник, и футбольный клуб нам тоже подарил там своеобразные такие памятные вымпелы. Поэтому это очень памятные для нас знания, это очень памятные для нас все знаки, которые висят на нем. И хочу сказать, почему именно флаг у нас висит в нашей комнате. Потому что, вы знаете, в последние 17 лет моей жизни неразрывно, не только моей жизни, жизни моей семьи неразрывно связано с компанией Арифлей. Все, что хорошее, счастливое, радостное произошло. Даже и горькие моменты, была поддержка от компании Арифлей. Это все, что произошло в моей жизни, все связано с компанией. Поэтому мы очень чтим семьей своей этой компании. И поэтому, так как муж мой был военный, он был любителем значков, знамен, флагов всяких. И поэтому я продолжаю эту традицию его тяготения к этим вещам. И поэтому с нами всегда будет висеть в моей комнате. Ну и хочу немножечко рассказать. Сказать о себе. Я знаю всех разные истории прихода Арифлей. И у каждого свои какие-то сомнения были. Свой путь был прихода. Я расскажу о своем пути. Не буду в сильных таких очень серьезных подробностях. Потому что, вы знаете, рассказывать в серьезных весь путь. Это будет очень долго. Нам надо сегодня с вами уложиться, чтобы вы не устали от меня. И чтобы я тоже смогла вам главное рассказать. Вы знаете, такая картинка, которую мы выставили здесь, как начало, да? Светлана Гречишникова, топ-лидер. Видите, в таком я красивом платье, с такими украшениями, с прической, да? Выгляжу так и респектабельно, да? Но ведь это далеко не так было всегда. Вернее, раньше это было совсем не так. Потому что, в общем-то, я родом из Советского Союза. И, в общем-то, в Советском Союзе как-то все жили, ну, как-то одинаково. У всех был один принцип жизни. Родиться, выучиться, народить детей, воспитать детей, найти работу. Причем такую, чтобы эта работа была, ну, на одном месте. Знаете, к ветеранству все стремились. Как люди жили? Крупную покупку, значит, надо где-то занять. Потом отдать. Постоянные каноны, запасы на зиму. То есть, вот, постоянный такой вот суете, такой жизненный. Люди жили и считали, что это все нормально. Я вам сейчас покажу шаблон. Я знаю, что вы тоже будете согласны с этим шаблоном. Так, правильно мне еще вот эту нажать. Девочку. Ой, боже, сейчас попробую. Не то нажало, извините. Сейчас я вам всю презентацию покажу. И вам уже неинтересно будет меня слушать. Так, попробую эту. Вчера у нас все получалось. Вот. Вот посмотрите. По такому шаблону, в общем-то, даже государственному живут все. Очень жаль, что сейчас многие в 21 веке тоже продолжают жить по такому же шаблону. Здесь кое-что нужно менять. Вот. В каких местах менять, это уже каждый решает сам. Но мне кажется, что вот та жизнь, которая была в 20 веке, она немножко существенно, не немножко, а существенно отличается от вами. И я знаю, что многие со мной согласитесь. Так вот, что я хочу сказать. В общем-то, в Минске мы живем не так давно. Мы живем с 96-го года. До этого мы обычная семья. Обычная семья военнослужащего. Может быть, даже необычная семья, которая на одном месте служит. Вот мой папа, например, был в Альенном, он служил в одном месте. Он никуда не ездил. А мы вот такие военнослужащие. Военнослужащие, которые, ну, очень много поедли. Даже вот в таком, в самой крайней точке. Два года прослужили в Кушке. В Кушке нам пришли в Германию. В Германии мы еще 4 года прослужили. Ну, а потом уже попали на Украину. Попали в великолепное место, Полтавская область. И жили мы там 10 лет. Я устроилась в школу, конечно же, была таким очень авторитетным педагогом в школе. Муж мой, гречишников, он работал в оенкомате. Мы, в общем-то, за 10 лет обросли знакомыми, очень хорошими, близкими уже теперь нам почти родственниками. У нас появилось знакомство во всех областях, там, каких-то там, и в больницах, и сами знаете, как это, в районном центре жить. Мы не в самой Полтаве жили, в районном центре. Вот. И я вам хочу сказать, что все 10 лет мы приобщались к сельской жизни. Почему? Потому что, ну, приходилось нам держать хозяйство, сажать все какие-то овощи, которые мы должны были, могли кормить. Что у нас, какой у нас был уклад жизненный? Работа, после работы надо было накормить хозяйство. Хозяйство состояло двух кабанчиков, это где-то 60-70 сей. И кролики были, вот это все хозяйство надо было кормить. И получалось так, что из года в год жизненный наш вот такие вот жизненный цикл наш, он постоянно повторялся. Все есть, так, говорит, скрипел, ломился от всего, была там, и колбаски эти были, там, фрукты, овощи. Все было, ну, изобилие полнейшее. Ну, по-другому в сельской местности, там, где мы жили, жить было нельзя. Просто мы бы там с голоду умерли. Надо было все как-то самим все это выращивать, создавать все это, закрывать в банке. Вот. И где-то лет 5 очень достаточно это было интересно. Может быть, потому что, наверное, что-то новое в жизни появилось. Вот так, даже в таком ракурсе. Вот. И, ну, вы знаете, с каждым годом я стала замечать, что из года в год все повторяется. Повторяется, я не те же. Я знала, что придет весна, мы берем двух кабанчиков, 60-70 корочек там, годочек там. Осенью мы начнем потихонечку забивать, закрывать в банке. Опять зиму мы едим, проедаем, весна опять то же самое. И вы знаете, я вдруг почувствовала, что мне стало просто неинтересно. Неинтересно вообще жить. От того, что каждый год было все одно и то же. Мы даже не могли поехать в отпуск, потому что никуда не могли поехать. Ни на отдых никуда, ни к родственникам. Почему? Потому что надо было обязательно кормить наш все. Есть дверинец, который у нас был. Надо было сажать, сеть, собирать. И ничего не менялось. Вот такая была жизнь. Сейчас я вам покажу. Вот по такой спирали шла же одно и то же, одно и то же. И вы знаете, мало того, стало им неинтересно жить. Я просто стала переживать для своих дочек. Я подумала, а что у них будет в жизни? Вот они что же вырастут? Ну, возможно, поедут выучиться, вернутся, выйдут замуж. И что же будет? И будет то же самое. Они точно так же, как я, будут брать их в двух кабанчиках, там 20 гусочек, скрывать, и у них тоже будет то же самое. И мы как-то на семейном столите сможем решить, что как только он закончит свою жизнь, выслугу свою получит, положенную для пелесей, мы сразу же с ним уедем. И так как он был из Минска родом, в Минск, и начать жизнь, можно сказать, с нуля. Вот, покажу вам сейчас, как это с нуля. Вот так. Вот с такого чистого листа. Мы продали все, что у нас было. Были только там пожитки, в коробках, в ящиках. Машину продали, которая у нас была. Квартиру сдали и приехали вот с двумя детками уже, старшая в одиннадцатом классе, черная, то есть младшая в седьмом классе. Мы приехали в Минск. И хочу сказать, не многие решатся на такой шаг. Я не знаю, может быть, я вот с сегодняшнего возраста, может быть, я бы никогда не решилась. Но тогда, наверное, вот как-то был еще задор какой-то молодой. Хотя сейчас вот работая в компанию «Рифлэм», читая умные книги, наверное, я бы и сейчас уже все бы изменила. Потому что уже сейчас ничего не страшного, потому что я знаю, что все в жизни можно сделать самому. Все можно менять, все можно изменять. Мы же не дерево, мы можем встать и что-то изменить. Но тогда, когда мы приехали в Минск, мне так было страшно, потому что работу я сразу найти не могла, потому что это была зима, когда мы приехали в школе, уже все было, все места были за... Вот Юра устроилась куда-то в сторожа. Деньги, которые мы распродали, все быстро закончились. И мы уже пошли к родителям жить, потому что квартиру мы оплачивать не смогли. И у нас стала первостепенная задача, ну и на роде, купить квартиру. Почему купить? Потому что мы когда приехали уже военнослужащим, уже таким, как мы, уже квартиру не давали, потому что мы являлись уже гражданами Украины и никакого отношения к Беларуси мы не имели. И нам сказали, становитесь в общую очередь, ну и ждите, когда вас пригласят. Ну и так, как мы поняли, что нам ничего не дадут, как это раньше при Советском Союзе было, обучали там через полгода квартиру, да, от государства, нам уже такое ничего не светило, и мы поняли, что нам квартиру придется покупать самим. И для этого надо было как-то где-то искать деньги. Вот, я в школу потом устроилась, конечно же. С осенью меня уже с удовольствием взяли. Вот, ну и знаете, вот на таком распутье мы стали, что делать. Да, вот когда не хватает денег, и знаешь, тебе надо покупать квартиру, потому что надо же как-то не с родителями, потому что квартира небольшая была у родителей. И потом, знаете, когда мы привыкли жить самостоятельно, даже близкие люди, как говорят, две хозяйки на кухне, это уже много. И поэтому стал такой очень суровый и серьезный вопрос нашей семье, что надо покупать квартиру. Ну, мы так сели, посчитали, все доходы, которые мы имели, конечно же, ни о какой квартире думать и нельзя было. Обычно что делают люди, когда не хватает денег? Конечно же, идут, устраиваются еще на одну работу. Не хватает денег на двух работах, идут и устраиваются на третью работу. Ну, и так получилось, что я так и сделала. Я сначала в одной школе устроилась, потом я устроилась во второй школе, по субботам я туда работала. Ну, а по воскресенью у меня еще ученики были, репетиторством занималась. Ну, и муж тоже где-то, где-то там что-то нужно помочь кому-то, что-то сделать, перекопать какой-то огород. И вы знаете, вроде и трудились много, посчитывать доходы опять на квартиру. Ну, лет через 50 мы ее купим, но через 50 лет на что нам уже эта квартира нужна будет. И вот тогда мы стали думать, что сделать дальше. Ну, как, заняться бизнесом для этого ресурсов не хватало совершенно, знаний никаких нет. Ну, что делать? И тут как раз появились на территории Беларуси, появились предложения сетевых компаний. И я стала просто посещать там различные презентации, ходить, смотря, криваться. Вот, и на одной презентации я как-то, мне понравилась продукция, я решила заключить свой контракт с компанией. Это была, не буду называть компанией, потому что неэтично с моей стороны будет. Просто это компания, которая занималась биологически активными добавками. Вот, и я туда вошла, в эту компанию. Ну, и первое, что там сказали, надо учиться. Я как человек такой, знаете, грамотный, понимаю, что если что-то новое я начинаю для себя изучать, то обязательно надо как-то проходить обучение. Хочу сказать, что на тот момент книг, вот такого изобилия книг, как сейчас, тогда не было. Там некогда, негде было взять, чтобы что-то почитать. Я просто ходила, раз в неделю я ездила на занятия. И в Гатово, мы тогда в Гатово жили, мы здесь, я ездила в город и посещала эти занятия. И вы знаете, я тогда стала посещать и стала понимать, что это очень классные вещи, эти вы бизнес. То есть любой человек, который не имеет особых таких финансовых возможностей, который не имеет специального образования, ну, изучив систему правильного ведения сетевого бизнеса, может здесь происпевать. И я как-то этим очень заинтересовалась. Но вот в компанию у меня как-то не пошло. Почему? Потому что продукт для меня был очень сложный, биологически активные добавки, их надо было изучать. У меня все-таки не было такого образования, какое хотелось бы вот именно для этих продуктов. Вот, потом я еще в одну компанию вступила, там тоже походила на занятия. Потом еще в одну. И муж меня в этом плане, кстати, не поддерживал. Он как-то, как говорят, красная тряпка на быкаре, у него это был сетевой бизнес. Он со мной ругался постоянно. Постоянно у нас какие-то были стычки с ними. Он говорил, Юра, по-другому здесь ничего не сделаешь. Надо как-то, хотя бы в каком-то, где-то что-то все равно, в любом случае нам что-то надо искать. Но почему не здесь? И вы знаете, так повезло мне, что в одной из компаний, куда я как раз тоже вступила, был организован семинар под Гродно. И семинар был недорогой, он позволял нам по деньгах, что-то такое, то ли 20 долларов на человека, то ли 15. Ну, я решила взять своего супруга и сказала ему, слушай, Юра, давай съездим с тобой, там рыбалка будет, там есть озеро, ты порыбачишь там, а я покажу, буду на занятиях там, буду слушать обучающие какие-то программы. И таким образом я его уговорила поехать. И вы знаете, этот семинар, в общем-то, перевернул, вот трёхдневный семинар, на который мы попали, перевернул нашу жизнь. Почему именно нашу? Потому что именно этот семинар для моего мужа стал знаковым, потому что никакой рыбалки он уже, конечно, не пошёл, ни на какую рыбалку. Он просто сидел вместе со мной на этом обучении, слушал, какие-то нелепые вопросы задавал, я ему всё время на ногу наступала, говорила, что ты такие глупые вопросы задаешь, так и все знают. А он до того, что он интересовался, спрашивал. Вот три дня поварился он среди людей, которые к чему-то стремятся, обладают какими-то специальными знаниями. И мы когда вернулись в Минск, он уже был полностью готов к вступлению в сетевой бизнес. И, вы знаете, я вот не знаю, это, наверное, или вселенная и так помогла мне, что мой муж присоединился сразу же ко мне. Или же, может быть, от того, что у меня сильное желание было. Или я была в сильном поиске. Я не знаю, как это объяснить, но я теперь понимаю, что это всё взаимосвязано, случайностей никогда не бывает. Я поняла, что тот момент был как раз вот таким, как раз нужно, когда пришла к нам в жизнь компания Орифлей. Вот такой у нас был старт, крылась нам. Мы когда приехали в Минск, нам позвонил Анжелий Рыжкевич и пригласил, он был в одной из компаний, где мы находились, он пригласил нас посмотреть каталоги. Мы тогда нам позвонили, что это за каталоги, мы думали о каталоге этой компании, где мы находились все вместе. И мы приехали, и он нам показал каталоги, я когда увидела, что эта компания Орифлей, говорю, ты что, Анжи, эта компания не для нас, во-первых, она дорогая, я для себя ничего не смогу купить, потому что не могу я тебе позволить покупать по такой цене эти продукты. Анжи сказал, ты знаешь, компания Орифлей настолько раскручена именно как бренд, и это каталоги, и цены стоят, тебе выйдет очень легко, посмотришь. И мы решили с Юрой попробовать еще вступить в эту компанию. И вы знаете, когда мы изучили маркетинг-план, после того, как мы вступили, но буквально, может быть, через неделю, приехала Галина Вячеславовна, наш высшестоящий спонсор с Киева, и она провела с нами занятия, рассказала нам маркетинг-план, рассказала нам о возможностях компании, рассказала, что они всего 9 месяцев с мужем работают, и уже за 9 месяцев они выполнили очень высокое звание дважды бриллиантового директора, что они уже побывали, компания платила им конференцию недельную, они уже побывали в некоторых странах, в которых они даже, может быть, и не слышали, и названий даже, может быть, даже в памяти не было. И они нам это все рассказали, показали фотографии, и мы когда пришли домой, мы просто, вы знаете, мы не могли спать от того, что мы услышали, что здесь такие великолепные возможности. Просто у меня уже была возможность сравнивать, я уже могла сравнить с маркетинг-планами другой компании, с возможностью другой, я уже наяву видела, что просто это, вот именно это я ждала, вот именно это нужно нашей семье. И мы начали очень усиленно изучать продукцию, вы знаете, до смешного доходило, я просто, вы сейчас, наверное, все грамотные, а я же, ну, человек, ну, вроде бы, интеллигентный, да, педагог, на самом деле, наверное, 10 лет отложила отпечаток какой-то сельской направленности, вот, для меня, например, тикула, для меня это было такое слово, которое я не могла понять, что такое кутикула. Я стеснялась спросить, и потом как-то на каком-то занятии, я так потихонечку сидящей рядом девушки спросила, но мне не подскажутся, а что такое вообще кутикула, какой-то гель для кутикулы, думаю, откуда я знаю, что там мазать над этим гелем, чтобы убирать или наоборот добавлять эту кутикулу. Поэтому, знаете, ну, сейчас, когда столько много информации о продукции, я сейчас вспоминаю свою такую тупость в знаниях, и думаю, боже мой, столько сейчас всего, столько сейчас всего можно узнать, попробовать, потрогать, прочитать, в интернете поискать, это просто, я не знаю, просто сядь за вечер, все выучит. Так вот, мы стали это все изучать, и причем я очень благодарна нашей Алисе Стародубой, потому что эта девочка приезжала к нам, проводила с нами занятия по косметике, она рассказывала про эти четырехэтапные ход кожи, которые я с трудом никогда не слышала и не знала, и никогда не использовала. Ну, что там, ну, бывает, там, на маму посмотришь, как она нам на ночь какой-то крем нанесет на лицо, чаще всего это был какой-нибудь или детский крем, или какой-нибудь такой питательный. Я знаю, что для моих родителей, для моей бабушки, например, что для рук, что для лица, для них это был один крем, и, в общем-то, и культуры особой не было. И вот такие у нас проходили занятия, где мы все изучали, стремились узнать, потому что, знаете, когда приносили каталоги, люди спрашивали, а вот это что вы посоветуете? И очень было стыдно быть таким профаном, чтобы люди видели, что ты принес и ничего не знаешь о своей продукции. Вот. Но, что касается продукции, это было не так сложно. Самое сложное было, когда стали организовываться команды. Мы просто не знали, что с ними делать, с этими командами, что с этими людьми делать, какие занятия проводить. И вот тогда пришло время серьезного обучения. Фактически, можно сказать, хочу опять-таки сказать, вы знаете, друзья, вам так везет, что у вас обучение, просто сказать, даже в вашем городе. Вам, не выходя, можно сказать, из дома, вот сейчас вы сидите, вы сейчас, в общем-то, что делаете? Вы обучаетесь в какой-то мере, мотивируетесь от того, что я с вами общаюсь. В то время нам просто приходилось собирать, занимать деньги, ездить в Киев, на обучающие семинары, потому что в Минске у нас ничего подобного компания не проводила, просто ее здесь фактически и не было. Мы были такими первенцами, которые, ну, только-только начали делать первые шажочки, и поэтому компания здесь даже и неинтересно было с нами еще работать. Нам как-то небольшая группа людей была. Нам приходилось ездить в Киев. Можете себе представить, вот в Киеве мы знали все гостиницы, которые были самые дешевые, заводские, там, как бы, такого барачного типа, какие-то пансионаты, потому что нам обычно останавливаться тоже надо было где-то, потому что бывало, семинары были один день, а бывало и два. Вот, и мы на все это тратили деньги, потому что и дорогу, нам никто не оплачивал дорогу, мы платили за все сами. Мы ездили и учились. Учились, как работать с людьми, как правильно обучаться. Вы знаете, однажды приехали на семинар, ехали учиться, и попали на семинар Владимира Дубковского. И вот сидим, слушаем этот семинар, и я не понимаю. Вот Дубковский проводит семинар и рассказывает о том, как человек имеет какие возможности, что не задействованы, что человек все может. Что есть такие моменты, когда там рассказывал про женщину, в которой там ребенок попал, там машина вроде как на него наехала, она прям с такой силой, она подняла, что там машина, там 5 тонн или 6 тонн машина, она, там хлопкая женщина, спасая ребенка, вот с усилиями она подняла эту машину, что человеческие возможности, они просто, ну, они необъяснимы. Что человек может все. Я сидела и слушала, почему мне вот этот семинар, он мне рассказывает. Когда в антракте Галина Вячеславовна, говорю, Галина Вячеславовна, ну, что Дубковский, что это за семинар? Мы приехали как-то о возможностях каких-то услышать, о каких-то методах, методах работы, может быть, он расскажет какие-то секреты приглашений, какие-то тексты телефонов он нам расскажет. А он нам расскажет про какие-то там человеческие вот эти, что там, что там улитки какие-то в космосе, вот эту подводную лодку, посылают, вторая улитка реагирует, говорю, для чего нам это надо? Она говорит, не знаю, вот как-то мы надеялись тоже, что он какие-то методы будет рассказывать, а он вот об этом. И вы знаете, я такая недовольная, как-то семинар уехала, думаю, вот потратила деньги, для чего? Вы знаете, я приехала, и у меня вот многие слова Дубковского, они так засели мне в подсознание, что я во многих моментах, я вспоминала его вот эти примеры и понимала, что человек действительно все может. И вот недавно, когда я попала на встречу с Ником Вычичем, да, к нам Нинск приезжала, смотрела на этого человека, который отделен всем, ну, казалось, вот у него нет ни рук, ни ног, вот казалось бы, как может этот человек вообще существовать в этом мире, и как он может себя, а тем более, как он может быть там очень богатым человеком, когда он не имеет самого основного, что есть у обычного человека. И этот человек все-таки достиг. Я теперь поняла слова Дубковского, наверное, они где-то подсознательно у меня вот дошли, это настолько был важный для меня семинар, вы не представляете. Я думаю, что вот когда вы поймете для чего, потому что когда мы приходим в бизнес, и почему у нас не получается, потому что мы не знаем, для чего мы идем, когда вы будете знать, зачем и для чего, тогда у вас будет все получаться, вы не будете замечать ни препятствия, ни каких-то проблем, ведь сколько у нас было препятствий, когда мы начинали... Вот многие люди же ушли, ушли, потому что они просто не выдержали всего. Это когда ночами не спишь, ждешь звонка от твоего курьера, который ведет эту продукцию, боже упаси, что-то случилось на таможне, боже упаси, что-то случилось там, с самой продукцией, или с теми деньгами, которые курьер брал и вез в открытую эти деньги. Понимаете? Это столько было нервов, столько было проблем. Столько было проблем и при начальном этапе, когда был кризис в стране. Но я чуть-чуть об этом попозже когда-то расскажу. Вы знаете, и очень многие люди сломались. Они все равно живут, у них все равно своя жизнь какая-то. Я знаю, что есть люди, которые работают по своей любимой работе. Они все равно живут в своем стиле, они живут. Они просто не получают тех прелестей жизни, которые дают компании «Рифлэн». Они просто потеряли вот этот сумасшедший стик, который может подарить компанию «Рифлэн». И обучение – это очень важно. И мы как-то стремились изучать программы всевозможные, делились спонсоры, делились лидеры Украины. Мы все записывали, как на картинке здесь. У меня столько тетрадок всевозможных. У меня такие записи и 99-го года, и 2000-го года. И эти все записи до сих пор храню и бывает открываю, знаете, смотришь и думаешь, боже, какие наивные там записи. У нас уже столько всего серьезного, такого, все такого, такие вот выкладки в интернете такие вот серьезные. А у нас такое все было, смотришь и думаешь, боже мой, детский лебед. И то он начинал, он у нас работал, этот детский лебед. Вот в нынешних условиях, то, что сейчас предлагается, это уже просто индустрия сетевого маркетинга. Она уже работает на полную мощь в нашей компании и в наших командах. Вот. Но вы знаете, в 2005 году, когда компания пришла, опять у нас были страшные трудности. Трудности мы так радовались. Мы так радовались, что у нас сервисный центр открылся, потому что мы поняли, для нас это было, знаете, когда я приезжала в Киев, я, у меня там очень много друзей, когда они говорили, мы едем на центр. Я так завидовала вот этой фразе, когда они говорили, мы едем на центр, у нас такого не было. Мы не могли сказать, мы едем на центр, у нас просто не было центра, не было сервисного центра, не было центра вообще от компании. А они с такой гордостью, мы едем на центр. на Нивках это была компания я так завидовала и когда в 2005 году компания пришла к нам, мы так гордились мы говорили, мы едем на центр вот вы сейчас не понимаете вот этой вот сути, потому что сейчас я знаю, что у Лены и Дениса там великолепный свой центр, уже свой, представляете уже насколько бизнес наш вырос что вы тоже сейчас говорите я еду на центр, да для нас это было, даже вот эта маленькая фраза для нас была такая желанная мы так ее ждали в 2005 году, когда компания пришла вы знаете, мы такие были счастливые мы думали, ну все, мы сейчас взорвемся а продуктов было где-то может быть 12 или 13 наименований, можете себе представить вы пришли на сервисный центр, у нас висит там бумажка, что есть что есть на складе и вы знаете, когда отсутствие продукции такого очень большого масштаба очень многие люди ушли, лидеры ушли уходили от нас и знаете, есть такая очень хорошая поговорка, да иногда надо создать искусственное кораблекрушение, чтобы крысы сбежали с корабля вот это конечно грубоватое может быть сравнение, да но наверное произошла какая-то чистка в наших рядах остались самые сильные, самые крепкие и в 2006 году наш бизнес очень пошел на взлет хорошо потому что очень сильные лидеры остались амбициозные, целеустремленные такие вот закаленные, да и у нас бизнес пошел очень хорошо ну кстати, в 2006 году закрыли бриллиантный уровень в 2005 году мы упали, в 2006 году мы закрыли бриллиантный уровень поэтому хочу сказать, что было очень много трудностей и все трудности, которые у нас сейчас это просто комариный писк просто комариный писк, который я не знаю все рассматривают через лупу, а на самом деле это такая ерунда так, сейчас перехожу к следующей стадии своего рассказа вы там не устали от меня еще, нет? не устали, да, вижу, раз сердечки и улыбки, значит не устали вот посмотрите, какие были у нас трудности в 80-х годах вот мое поколение, вот старшее поколение, кто сидит сейчас перед компьютером вы наверное помните эти пустые прилавки когда во всем был дефицит вот, и мы искали возможности, опять-таки кто-то, как это говорили, спекулянты, да на сегодняшний день спекулянты, это предприниматели люди ездили куда-то, мотались, везли а мы вот сидя в тепленьких там, одеждах в тепленьких там, постельках называли их так, это не очень красиво спекулянты на самом деле это, наверное, были первые предприниматели вот, дальше, какие были трудности сейчас я вам покажу картинку, да, своеобразную, да если там вот товарищ, видите, за голову схватился это как раз, когда мы в 99-м году начали работать в Reflame случился такой вот дефолт знаете, очень часто трясет в сфере финансов очень часто вот такие встряхки бывают и вы знаете, вот когда мы раскручивали наш маленький такой, тогда маленький бизнес такой начинающий, да мы собирали заказы по городу Минску, муж ездил, я ездила по городу Минску мы собирали заказы, можете себе представить и люди давали это все в рублях, а курьер должен был везти все в долларах вы знаете, какие были проблемы с этими долларами, когда вот такая проблема случилась но мы все-таки находили какие-то возможности, опять-таки выискивали какие-то знакомства каких-то товарищей выискивали, но выкручивались, понимаете потому что надо было, просто надо было, цель была у нас была цель квартиру купить, у других наших лидеров были какие-то свои цели когда люди видят цель, вот эти препятствия, ты просто перешагнул и пошел и делаешь и вот на сегодняшний день, да, у нас тоже сейчас вот такое творится да, вот сейчас смотрим за окном, вроде бы с экономикой тоже сейчас не все в порядке все что-то так у нас, знаете, нам что-то не нравится ну что могу сказать что на сегодняшний день, на сегодняшний день компания Рефен даже вот в этих условиях, она все-таки у нас имеет плюс в товарообороте по сравнению с прошлым годом даже плюс 7% у нас товарооборот повысился по сравнению с прошлым годом мы не упали, мы держимся, мы растем, мы получаем награды мы двигаемся, растут директора, растут менеджеры нас ничего остановить не может почему? потому что здесь великолепные возможности для всех здесь великолепный менеджмент здесь великолепный маркетинг-план, спонсоры вот те спонсоры, которые у вас, эти великолепные люди, которые вас просто ведут за собой, просто, знаете, за ручку, под ручку, я не знаю, там и дуют на вас и там, не знаю, чаем, кофеями вас поют и всякие презентации и мероприятия устраивают веселительные чтобы вам было интересно вот поэтому для нас вот эта стрелочка, да для нас эта стрелочка не показатель в мире Арифлейм нету такого показателя в мире Арифлейм всегда показатель или ровный, или идет вверх у нас даже сейчас, на сегодняшний день, он не ровный, а чуть-чуть даже поднимается вверх поэтому вы просто пришли в нужное время, в нужный час вот именно сейчас можно начинать и прекрасно начинать работать вот это я люблю очень эту фразочку в Китае, вы знаете, компания подарила поездку в Гонконг и Китай великолепная страна, Гонконг это вообще страна страна, как говорят, контрастом, да действительно, там сумасшедшие, богатейшие здания стоят и нищенские халупы стоят но опять-таки, Китай это очень мудрая страна на сегодняшний день это уже о многом говорит и в экономике, и во всем и вот, я не знаю, видите вы или нет но там очень хорошая фраза которая рассказывает о том, что такое кризис видите, на китайском языке это два иероглифа это проблема и возможность и это сочетание двух иероглифов дает вам право выбора для себя кризис для вас или проблема, или будет возможность, вы сами выбираете поэтому я просто вам советую, если вы выберете проблему, но вы будете с проблемой вам придется ее решать, если вы выберете возможность, вы будете находить возможности поэтому выбор опять-таки это ваш и помните, что любые невзгоды делают вас сильнее любые преграды, которые вам на пути, они дают вам такую возможность чему-то научиться возможность найти какой-то опыт преодоления этих преград любые преграды можно преодолевать независимо от того, какой возраст у вас многие приходят к нам пенсионеры и говорят ой, это уже не майор я говорю, слушайте, в компании Рефен через два года это максимум при вашей активности через год а в этой активности через полгода вы можете себе обеспечить такую красивую жизнь я понимаю, вы не собираетесь до 100 лет жить но хочется, да? а если вы проживете до 100 лет вы представляете, если вам сейчас 60, вам 40 лет еще жизни еще прекрасной жизни может быть у вас вы же не будете здесь, как в обычной работе 50 лет отработали, а потом только будете наслаждаться золотым веком своей свободой пенсионской, да? и поэтому многие пенсионеры не наслаждаются свободой они что? они опять-таки работают до самой смерти работают вот а здесь в нашей компании вы же можете себе обеспечить очень красивую уже золотой век своей старости тем более рядом с вами те люди, которые вам помогут это сделать представьте себе дорогие пенсионеры у вас мудрость у вас опыт вам даже, может быть, больше будут верить, чем молодому человеку который будет приглашать в бизнес потому что все-таки у вас у вас уже жизненный опыт и ваш пенсионный возраст вас делает более авторитетным человеком который делает предложение ловите момент не ждите, когда вы на кладбище вас отнесут у вас сейчас полно еще времени, чтобы жить счастливо, красиво чтобы вы почувствовали себя наконец женщинами а не ломовыми лошадьми сядьте за руль съедите в Турцию слушайте, я проводила позавчера мероприятие у тебя на сервисном центре собрала группу ну, кто клиент, кто покупатель кто пришел просто там послушать группа такой, персоналочки я задала вопрос, кто, поднимите руку, кто из вас был в Турции я думала, будет лес рук просто я обалдела от того, что подняли 3-4 человека руки представляете, люди даже не имеют возможность в Турцию поехать казалось бы, сейчас Турция называет все называются народными здравницами на сегодняшний день вроде бы люди могут себе позволить оказывается нет оказывается есть люди, которые вообще в Турции не были но мало того, я знаю людей, лично знаю людей в своем окружении, которые вообще в Белоруссии никуда не выезжали они всю жизнь прожили в Белоруссии они лишили себя таких возможностей увидеть что-то новое посидеть на слоне в Индии получить классный сервис в Турции полежать под этими шезлонгами поесть эти лепешки, которые там эти турки пекут айран этот попить поехать и тот же самый в Тунис походить по этим поездить на этом квадроциклах по песчаным пустыням это ж такое удовольствие как это можно в своей жизни мешать себя таких радостей и люди приходят и говорят все, это не для меня хорошо, когда это говорит не хорошо, это плохо но простительно, когда это говорит человек, который там до 50 уже лет но когда приходит женщина в 40 лет и говорит пусть моя дочка занимается это для нее, это не для меня это вообще, вообще это страшно когда человек такое говорит это человек уже старик в 40 лет уже человек старик старик в полном смысле слова хотя на сегодняшний день в 21 веке не должно быть стариков в том вот правильном в таком вот в смысле слова к которому мы с вами привыкли старики сейчас должны быть молодыми, красивыми я посмотрела на стариков, которые на западе я понимаю, что там тоже жизнь нелегкая не думайте, что там на западе люди, которые маски катаются может быть, у них там просто социальные какие-то там предложения больше но я хочу сказать, что они просто очень предусмотрительные они к старости, они готовят себе такой капитал, чтобы путешествовать они откладывают, они создают там себе какие-то инвестиционные фонды куда они откладывают деньги мы же сами все тратим, мы же ничего не откладываем и в итоге получается, что ты к старости пришел и живешь на голую пенсию больше ни на что ты не можешь процентовать или идешь работать это на меня так подействовала встреча на сервисном центре вот этот ключик, который держит эти ручки это ключик ваших спонсоров это ваших спонсоров это вам ключик от лучшей жизни это руки Лены Ракочи это руки Ани Котловской это руки Дениса Бирюкова это руки ваших лидеров, которые хотят вам помочь почему они так заинтересованы в этом? потому что только потому что когда вы будете успешны только тогда они будут успешны ведь я успешна не потому, что я такая хорошая потому что у меня такие лидеры потому что лидеры услышали меня и захотели создать в своей семье хорошее будущее только потому что они услышали меня если бы они меня не услышали я бы никогда не была лидером я бы никогда бы жила той жизнью, которой живу я сейчас здесь такой тенденк здесь такая совокупность наших действий наших стремлений и целей которые дают нам возможность именно работать командами вы здесь не одни, вы не брошенные вы здесь у вас здесь за вами за вашей спиной целая команда и перед вами команда и ваши спонсоры, ваши ведущие наставники ваши представляете, как вам повезло наш наставник Андрей Рыжкевич пришел вместе с нами он не обладал такими уже глубокими знаниями чтобы нам помогать мы вместе учились он хотя старался занять какие-то организовывал встречи Галина Вячеславовна приглашал создавал ей фору, чтобы она для нас проводила какие-то встречи, понимаете он выполнял свою такую серьезную спонсорскую функцию Галина Вячеславовна к нам приезжала но она приезжала из Киева она от нас далеко была звонить тоже, знаете, с деньгами было сложновато у вас все рядом берите, хватайтесь, держитесь вытрясывайте все знания не отходите от спонсора пока не поймете, что вы поняли что делать и как меняться надо вы знаете, вы получаете много информации но есть такая поговорка в одно ухо влетело, в другое вылетело вот я стараюсь так я получаю информацию я должна эту информацию переварить мне вот дочка позвонила вчера там какую-то книжку решила мне подарить и говорит, мам, тебе ее подарить в бумажном варианте или тебе электронку все-таки переслать что тебе лучше я знаю, что вы уже поняли, что я ответила если она бы мне прислала в электронном варианте вот я ее читаю, эту книгу все в бумажном варианте я бывает читаю вот страничку, да я прочитала я чувствую, что мне надо я не допоняла мне надо проанализировать эти мысли я еще раз ее читаю прочитала я опять переварила в мозгах опять я продумала опять я проанализировала я еще раз возвращаюсь, читаю это то же самое про ту информацию, которую вы получаете получили информацию вам надо обязательно ее вот переварить в голове, в мозгах переварить, проанализировать разобраться не разобрались еще раз продумать переспросить, если что-то не допоняли понимаете, любая информация она не должна быть сквозняком в вашей голове убирайте с головы сквозняки любая информация, она должна там задерживаться и перерабатываться потому что если вы хотите что-то изменить в жизни вам надо изменить постамин Измените штабстамин, вам надо изменить свой мозг. Потому что именно мозг является вашим таким навигатором. Он вас ведет, ваш мозг. Если у вас там ничего не поменяется, вы начнете замечать препятствия. Какие-то начнете у вас, кто-то что-то скажет, вы уже начнете говорить, а почему он так сказал, значит, вот это правда. Вы знаете, вы сначала эту информацию получили, переварили, проанализировали, посоветовались от спонсоров. Поняли, что вам эта информация легла уже так, как надо. Двигайтесь дальше. То, что вы сегодня услышите, переварите какие-то моменты моих слов. Не воспринимайте мое выступление, как какое-то, бывает, прошу, тебе понравилось тому, кто выступал, понравилось. Что это, концерт какой-то, что ли, или что это, театр. Не должно нравиться. Ты должен сказать, что ты из этого взял для себя. Какие-то взял для себя моменты, принципы, какой-то взял мысль для себя, какой-то путеводный для себя, цель для себя новую поставил. Вот ты что должен говорить, когда ты что-то слушаешь или что-то воспринимаешь. Что-то у меня грузится. Вот посмотрите, вот эти руки держат семью. Вот скажите, вот в 96-м году не сели бы мы с мужем, не подумали бы о том, что у нас происходит, не приняли бы мы решение. Взять все и вот просто на 180 градусов повернуть свою жизнь. Вот скажите, какая бы была жизнь у наших детей? Она бы была такая же, как у нас, в сельской местности, в проливах кабанчиков и так далее. Как важно, как важно изменить что-то в жизни, чтобы изменить в будущем жизнь своих детей в лучшую сторону. Представляете, как от многих от вас зависит, как будут жить ваши дети, где они будут учиться, как они будут проводить свое свободное время, как они будут одеваться, как они будут питаться, как они будут профилактику своего здоровья делать, как будут жить ваши родители, потому что именно от вас зависит, какая будет у них старость. Сможете ли вы обеспечить тем медицинское обслуживание? Сможете ли вы им продлить жизнь, если вдруг они серьезно заболеют? Почему я об этом говорю? Потому что именно благодаря Арифлейм я смогла своим родителям продлить жизнь. Папе я продлила жизнь на год, маме на два года. Именно благодаря деньгам Арифлейм, потому что Арифлейм мне в этом помог. Потому что именно деньгам я могла приглашать врачей, я могла оплачивать частных врачей, которые приходили, ставили капельницы, ухаживали за моими родителями. Делали сложные уколы, которые не могла делать я. Поэтому все зависит от вас. Вы в руках, вы держите свою жизнь. Правильно говорят, что все в ваших руках. И мои дети, они очень много увидали в своей жизни. Почему? Потому что мечты, которые у них были, они и были. Все они живут, кажется, в своей отдельной квартире. Мы все живем отдельно. Это хорошо. Может быть, в какой-то мере, как-то по многим параметрам, но это плохо. А я считаю, что все должны жить отдельно, потому что должны жить самостоятельно. И встречаться вместе по праздникам, по каким-то приятным событиям. Или просто ходить друг к другу в гости на чашку чая. Это хорошо, чтобы не было никаких ссор, никаких не было расхождения во мнениях. Чтобы было все дружно. Потому что должно быть жить отдельно. Поэтому то, что здесь написано, это все правда. Мои дети вместе со мной ездили, были во многих странах. Они побывали в многих странах мира. Они ездят на своих машинах. Они создали свои семьи и прекрасно живут со своими близкими, мужьями. Потому что у них видение другое. Они воспитаны по-другому. Они мечтают, у них есть цель, у них есть желание. И они знают, как правильно разговаривать. Как правильно общаться с своей семьей. Как правильно создавать праздники. Они все это знают. И у них будет великолепно. Потому что именно благодаря компании Reflame мы этому всему научились. Мы посещали семинары и мы знаем, как это все делается. И поэтому самая главная задача ваша – посещайте такие семинары. Потому что эти семинары не только вас учат, как вики-бизнес. Но еще как правильно относиться к жизни. Как правильно обращаться и соотноситься со своими родственниками и близкими. Ну и хочу похвалиться, вы знаете. Ага, хотела похвалиться. Но вот этот сайт я забыла, что я его подготовила для вас. Потому что я знаю, что может быть присутствуют те люди, которые вот сейчас, может быть, сомнений каких-то. Может быть, думают, ну стоит ли вот сейчас, может быть, сейчас немножко трудно. Может быть, сейчас у людей нет денег. Может быть, сейчас, вы знаете, не откладывайте на завтра жить. Здесь и сейчас. Я когда-то слышала, слушала выступление украинского лидера. И она сказала, меня подруга звала в бизнес целых два года. И я целых два года, я отбрукивалась от этого бизнеса Арифлейна. Наконец она меня уговорила, когда я стала, присмотрелась. И теперь, говорит, я понимаю, просто у себя украла два года лучшей жизни. Не крадите у себя годы лучшей жизни. Вот здесь и сейчас начинайте. Вот услышали, что вам сказал спонсор? И делайте. Здесь и сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. Ну и в преддверии Нового года, знаете, я не хочу вас сейчас пока поздравлять. Я просто хочу сейчас похвалиться тем, что мы тоже, вот я вам как сказала, что с семьей очень много семинаров прошли. И я знаю, что Лена с Денисом это делают. Они пишут мечты, свои цели. Вот они пишут в январе. А у нас такая традиция, мы всегда перед Новым годом собираемся себе и каждый рассказывает, что произошло памятного, запомнилось в этом году. И что произошло лучше, чем было в прошлом году. Каких событий произошло лучше, чем в прошлом году. Вот. И я хочу вам такой маленький отчет делать. Очень хорошо, когда в году проходит очень много приятных событий, да. Бывает, ты человека спрашиваешь, а он даже вспомнить ничего не может. Он может вспомнить, что на дне рождения он побывал там, на каком-то юбилее. Вот эти все воспоминания, да. Вот я сейчас вам поделюсь, какие события, такие крупные события. На дне рождения ты само собой, потому что на дне рождения мы тоже отмечаем по-особенному. Вот. Моя дочка старшая, например, зять мой отмечал 40-летие в этом году. Они ездили в Сингапур. 40-летие отмечали в Сингапуре. Вот скажите, кто из вас может похвалиться, что вы можете отметить свой юбилей в Сингапуре. Ну, мои дети это себе позволили, потому что, опять-таки, почему? Потому что мы живем в компании «Орифлей». Ну, и сейчас покажу вам те события, которые произошли вот в этом году. В этом году компания нам подарила поездку в Дубай, в Абу-Даби, в ЮАР, в Арабские Эмираты. А вот. Вот вверху, видите, вот такая сидит дамочка, это я. С кружечкой. Это не простая чашечка с блюдечком. Это кофе с золотом. Там социальное золото посыпано сверху. Так что мы себе могли позволить. Нас просто пригласили во дворец, во дворец, где проходил, на улице проходило все, у нас гала-ужин. Решили походить, посмотреть там все. И мы там во дворце пили такой кофе с золотом. Вы знаете, Арабские Эмираты, так что на золото. Вот внизу мы с Аленой стоим, видите? Это банкомат. Он сделан из золота. Смотрите себе, представьте. Если когда-нибудь можете рассказать, что вы фотографировались в банкоматах, сделанном из золота. А вот мы можем похвалиться. Сверху, вот там, видите, Велком, добро пожаловать, Феррари. Нам подарили, нам компания оплатила пребывание в парке Феррари. Там, где мы могли во всех конкурсах, в аттракционах поучаствовать, поездить на гоночных машинах. Короче, великолепные там были у нас, конечно. Великолепный день. Я знаю, что Лена с Денисом тоже там были, получили удовольствие. Ну, а внизу, вот это внизу фото, видите, мы на 64-м этаже. Руководство компании нас пригласило, белорусская именно делегация из Беларуси. На 64-м этаже у нас в ресторане был ужин, посвященный нашей делегации Беларуси. Это было в январе 2016 года. Еще одна конференция – это Кипр. В этом году мы были на Кипре и в Сочи. Вот это вот первая часть нашего, нашей золотой конференции – это Кипр. Вот видите, как растут бананы. Вот вы многие даже, может быть, и не знаете. А мы все знаем, как растут бананы. Вот так они растут, снизу вверх, с такими вот початками. А вот сверху, вы видите, это мы на пляже покупались, потом захотелось на кофе. Мы поднялись наверх в кафешку. И вот, видите, сидим, пьем кофе в кафе спокойно. А это у нас, видите, компания поставила такие красивые буквы. Это мы перед конференцией, была встреча с руководством компании. Вот мы так вот решили сфотографироваться на фоне этих букв. Это Кипр. Кипра. Мы отправились в Сочи. Ряд пока грузится. Вот, видите, это Сочи. Посмотрите, 3D написано. Действуй, достигай, дерзай, действуй, достигай. Я у своей тети спрашивала, сеть Шур, говорю, ну как ты доживешь? Она говорит, на 3D. Я говорю, как, дерзай, действуй, достигай. Она говорит, нет. Донашивай, доедай, донашивай, доживай. Так что я вам предлагаю, пенсионерам всем жить по принципу 3D от компании Риквей. Дерзай, действуй и достигай. А не по другим 3D. Вот это вот у нас был гала-ужин. Мы здесь вот с небольшой такой группой наших лидеров сфотографировались. Еще какое событие было в моей жизни в этом году. У нас был выездной семинар. Мы каждый год проводим выездные семинары. Видите, какая у нас большая команда. Это здесь у нас, под Минском. Мы не только здесь только учимся. У нас есть и кусочки такие. Великолепные. Видите, здесь вот сверху, в левом углу сверху. Там, видите, у нас разыгрывались сценки всевозможные. Насмеялись, нахохотались, научились. Был у нас гала-ужин такой. Такими с историями, где мы еще и наплакались, наслушались эти истории и насмеялись и наплакались. Поэтому тоже незабываемые такое событие. Я вам не показываю дни рождения. Это вип-форум, который мы проводили после разговаривания конференции. Вот. У нас тоже было много поздравлений. Как видите на нижней картинке, это директора моей команды. И то это не все директора. Я знаю, что с вашей командой там не получилось к нам приехать. Там получилась накладочка небольшая. Поэтому если еще вас, ваших директоров сюда прикрусовать, это будет еще больше. Вот. Ну, а по окончанию у нас всегда вот такие вот тусовки проходят приятные. С застольями, с дискотекой, с конкурсами. Вот. Тоже очень незабываемые события. Ну, и что еще незабываемо в этом году произошло для меня? Это приезд нашего генерального директора Магнуса. Вот. Он нас собирал, с нами делился планами компании. И вот, видите, как позволительно. Генеральный директор компании-миллиардера запросто фотографируется с лидерами. И причем разного уровня. Здесь даже и не директора есть, здесь просто менеджеры. Вот такие незабываемые события произошли в моей жизни. Это я просто такие самые крупные. Я не говорю о том, что у нас были и от компании семинары. Это были и дни рождения, которые мы очень интересно справляем всегда. Поэтому есть что вспомнить. И вот этот рецепт достижения успеха, запомните его. Потому что, если другие спят, а вы работаете, обязательно вы достигнете успеха. Если другие расслабляются, а вы работаете, а вы мечтаете, все равно достигнете успеха. И я знаю, что следующий год, следующий год для вас, для многих, будет таким решающим годом изменений в вашей семье. И мне хочется, чтобы этот год был для вас. Вы стали больше зарабатывать. Чтобы если вы плакали, то плакали только от радости за свои успехи. Или от умиления за успехи ваших лидеров. Чтобы у вас как можно было таких счастливых событий, о которых вы будете вспоминать. Чтобы у вас появилось еще больше друзей. Чтобы у вас увеличивались команды. Чтобы детки ваши были рядом с вами, потому что они будут продолжателями вашего бизнеса. Потому что придет время, придет время, и ваши подростки, дети-подростки, станут продолжателями, такими, как Аня Козловская. Когда-то Аня Козловская, когда мы работали с Леной на Волокомре, она была, где-то ей было 12 лет. И сейчас посмотрите, какой сильный, красивый, грамотный, приустремленный лидер вырос. Поэтому я знаю, что у вас все получится. Потому что в Камзе Лены и Дениса просто это невозможность, чтобы не получилось. Просто это надо суметь постараться сделать так, чтобы у вас не получилось. Поэтому я желаю вам успехов, чтобы у вас были только радостные моменты в следующем году. Счастья вам! Ну и благотворной, целеустремленной, продуктивной работы с вами.